Спустя несколько дней после событий в Бирюлёво, эксперты делают первые выводы. Они называют это провокацией, опираясь на сведения очевидцев, из которых следует, что к мирным бирюлёвцам в какой-то момент присоединились радикально настроенные провокаторы, которые специально стали поднимать национальный вопрос. Люди, уставшие от соседства с мигрантами, довольно быстро откликнулись на лозунги «Россия для россиян, Москва для москвичей». Основная задача националистов, которые разыгрывали эту карту, у них задача была самая простая, понятная людям. Надо гнать вот этих вот чёрных для того, чтобы решить проблему. Как правило, против власти националисты не выступают. Общественные деятели и некоторые политики, например, видят в беспорядках на национальной почве не иначе как отвлекающий манёвр для отвода внимания населения от острых социальных проблем. Ведь гораздо проще стравить коренных жителей с приезжими, чем отчитываться за разворованные миллиарды народных рублей, настаивает бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Нелегальные мигранты вообще просто как бы громоотвод. Громоотвод. Говорят, я национальной составляющей. Вот что ещё возмущается в людях? Что слишком шумно себя ведут, слишком нагло, слишком... Но не все. А те, кто ведут, не все. Почему у нас нет полиции, нет прокуратуры, нет закона, нет инспекции? На рынках там все места заняты, как они говорят, южанами, скажем так, мягко южанами. А кто им даёт эти места? Наши люди, наши власти, наши инспекторы, наши проверяющие, наш этот Роспотребнадзор. А так, продолжает Гудков, все довольны. Москвичи хоть и на время, но показали по наехавшим, кто в доме хозяин. Пьяные молодчики вдоволь намахались кулаками. ОМОН в очередной раз отработал нормативы, а власти, как всегда, ушли от ответа. Овощи базу по требованию людей закрыли, но как только страсти улягутся, её незаметно откроют, и жизнь Бирюлёва вновь потечёт в привычном ритме. С какого перепугу закрывают овощную базу, которая кормит 30 или 40 процентов москвичей. Это маразм. Наша власть готова пожертвовать чужим имуществом ради того, чтобы только перевести стрелки. Правозащитник Людмила Алексеева, которая наблюдала за погромом в Бирюлёву по теленовостям, обращает внимание на поведение ОМОНовцев. Появились они в Бирюлёву от них не сразу, а лишь когда в окна и двери торгового центра «Бирюза» полетели камни и дымовые шашки. И вели себя бойцы на редкость, держанные аккуратно по сравнению с прошлогодними майскими событиями на Болотной площади. Там били, там тащили людей по асфальту, девушек за волосы. Там ужасно себя вели ОМОНовцы. Я надеюсь, во-первых, что это были извлечены уроки. Во-вторых, вообще, если называть то, что происходило в Бирюлёву, беспорядками, как сейчас называют, то ни в коем случае то, что происходило 6 мая прошлого года на Болотной площади, нельзя называть массовыми беспорядками. Здесь 5 полицейских госпитализированы. Там ни одного. Людмила Алексеева, как основатель хельсинской группы в России, уверена, что проблема Москвы вовсе не в мигрантах. Российской столице с её потребностями невозможно обойтись без дешёвой рабочей силы из соседних республик. В европейских странах гастарбайтеры тоже есть, но власти, приглашающие иностранных сотрудников на работу, заботятся об их адаптации не хуже, чем о своих гражданах. И нас надо приучать к тому, что приезжают новые люди, у них другие обычаи, они по-другому живут, но они такие же люди, как мы, и это хорошо, что они к нам приехали, они нам в помощь будут, и мы можем и должны жить вместе, жить мирно и на пользу. Россия сейчас, как воспалённый организм и беспорядки в Берилёве, в Кондопоге, в Пугачёве, лишь симптомы серьёзного заболевания, излечить которое можно, когда общество получит реальные политические полномочия. Андрей Заокский, Даниил Витковский и Сергей Каверин. Москва. Телеканал 1612.